Рабочие профессии сейчас в почете. В опытных квалифицированных кадрах нуждаются крупные промышленные предприятия и малый бизнес. О том, где брать новую рабочую смену для легкой промышленности, говорили сегодня на круглом столе в Чебоксарском механико-технологическом техникуме. Здесь собрались представители учебных заведений, предприятий и органов государственной власти. Образ представителей рабочей специальности изменился. Никаких ассоциаций с заляпанными халатами и тяжелыми орудиями. Нуждаются в рабочих кадрах не только заводские конвейеры, но и высокотехнологичные производства. Почти 100% выпускников средних профессиональных образовательных учреждений находят работу по специальности. Проблем с трудоустройством не возникает. За последние три года возрастает доля выпускников девятого класса, которые выбирают свою будущую профессию через систему начального и среднепрофессионального образования. Если позапрошлым году на 47% было, в прошлом году уже мы перешагнули за 50%, 52%, и в этом году уже ставим задачу 55%. Для чего это делается? Это опять-таки во имя наших детей, во имя правильного выбора будущей профессии. И, конечно же, для того, чтобы обеспечить социально-экономическое развитие нашей республики и удовлетворить высококвальцовыми рабочими кадрами. Однако важно удовлетворить не только количественные потребности, но и качественные. У Екатерины Егоровой свой бизнес по пошиву одежды, и она считает, что воспитать конкурентоспособных специалистов можно через их участие в различных выставках и конкурсах. Я сама, еще будучи студенткой, очень много разъезжала и по России, участвуя в разных конкурсах, что дало мне большой опыт, конечно. И вы поймите, что мастер именно в индивидуальном пошиве, это человек должен быть золотыми руками, очень квалифицированный. В 23-м училище такие специалисты есть, но хотелось бы еще и еще больше. Вот если человек, юный мастер, увидит на показе своими глазами волшебство, которое происходит, которое создается вручную, он поймет, насколько это замечательно иметь такую профессию. В Чувашии кадры для легкой промышленности готовят шесть профессиональных учреждений среднего образования и Чувашский государственный педагогический университет. Министр Владимир Иванов предложил вузу ввести ускоренную программу для тех, кто поступает к ним после окончания техникума или колледжа. Но будущих работодателей беспокоит повальное стремление студентов получить диплом о высшем образовании, причем неважно, в каком именно. Все наши школы мерят успех свой по количеству поступивших в вузы. В школе практически не ведется разговор о том, что требуются работники среднего звена. То есть практически об этом, что не говорить, как бы мне ни говорили, все учителя настраивают на то, чтобы дети поступали в вузы. Причем неважно, никто не заботится, кем они будут после этого в вузы. Мы все хотим красиво одеваться, питаться качественно, все ищут повара, допустим, в пунктах общепита, в ресторанах, где бы найти хорошего повара. Конечно, пока мы их не воспитаем или на это не будем, внимательно смотреть и качественных специалистов, конечно, не будем готовить. И изменить лучшие стороны – это очень сложно. Судя по заработной плате отдельных специалистов, можно сказать, что простой рабочий получает больше, чем менеджер среднего звена. Внимание, которое сегодня уделяется рабочим профессиям, дает свои плоды. И с большой долей вероятности можно предположить, постепенно мода на высшее образование уйдет в прошлое, оставив место квалифицированному рабочему. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика.